Органы Следственного комитета, Министерство внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Накануне в госполкоме обсудили состояние преступности и профилактику правонарушений. В целом, криминогенная обстановка в городе остается стабильной. Уменьшение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, снижение правонарушений в общественных местах, итоги совместной работы правоохранителей и общественности. Да, успехи есть, но это не повод расслабляться. Вместе с тем, по итогам 2019 года свидетельствуют о тревожных симптомах нарастания уровней преступности, увеличение количества преступлений в сфере высоких технологий, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. И самое главное, что это все происходит в наших общественных местах. Наркотики и алкоголь по-прежнему в топе правонарушений. Каждая четвертая на почве семейных ссор. 82% в порыве не только страстей, но и алкогольного опьянения. Проблема пьянства является одним из актуальных вопросов, требующих постоянного реагирования всех субъектов профилактики. Определенное негативное влияние на стояние преступности и общественного порядка оказывает доступность алкоголя для населения. В настоящее время на территории города расположено 77 торговых объектов, осуществляющих реализацию алкогольных напитков в ночное время. Это после 22 часов, в том числе 9 круглосуточно. Преступления в сфере высоких технологий. Актуальная проблема современного общества. Уровень нераскрываемости весьма незначительный, около 50%. Основными жертвами киберпреступления становятся пенсионеры. А правонарушители находятся далеко за пределами Беларуси. Чем и создают для себя подушку безопасности. Отсюда вытекает весьма логичный вопрос Александра Суднева, адресованный силовикам. Мы вообще способны с этим, с этой проблемой сегодня справиться сами. Потому что в любом случае жизнь стоит на месте, мы прекрасно понимаем ту молодёжь, которая сегодня пользуется их габбитами, соцсетями и вообще всевозможными интернетами. В общем, какую здесь мы можем либо профилактику, либо в какую нам работу здесь необходимо было, для того, чтобы хотя бы исключить этот в дальнейшем рост. Уже создано управление именно по этой линии. Будет увеличено количество рабочих мест по этому направлению, в том числе и на уровне территориальных органов внутренних дел. Но, скажем так, что резко справиться с этой проблемой мы всё равно не сможем сразу. Это всё будет постепенно. Не обошли стороной тему надзора за исполнением антикоррупционного законодательства на предприятиях и организациях города. 195 проверок было осуществлено за прошедший год и рассмотрено 8 уголовных дел. Установлено, что субъектами хозяйства не нарушается законодательство о борьбе с коррупцией, в том числе о закупках товаров, работе услуг, о профилактике правонарушения пожарной и дорожной безопасности, в сфере трудовых правоотношений, обеспечения безопасности граждан, о сохранности собственности, об охране природы. На совещании много обсуждали, местами даже дискутировали. Но это споры тех, кому не безразлична обстановка в городе. Ведь сегодня важно выходить на улицу и чувствовать себя в безопасности. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.